Любовь Хрипункова – жительница города-рубежной Луганской Народной Республики. Родилась женщина в Ульяновске, отучилась 11 классов, а потом встретила мужа Виктора в 1978 году, переехала с ним в Луганскую область, не думая, что когда-то ей придется оставить совместно нажитое и бежать. Бежать, как позже, окажется обратно на родину, в Ульяновск. Ну, куда? Только сюда больше у нас нет. Некуда было ехать. И мы сюда приехали. Когда нам предложили, мы же скорее согласились, поехали. Что было? Ну, документы у меня в сумке приготовлены были. Что было, все это взяли. Даже одеть нечего было, приехали. В зимнем как были, и все. Ну, спасибо здесь. Люди чуткие оказались. Рассказ свою женщина начала не со счастливого, казалось бы, конца. Да, сначала, со страшных историй, которые Хрипунковым пришлось пережить за 8 лет. Бомбежки и обстрелов. Прежде чем снова увидеть мирное небо над головой. Любовь Васильевна едва сдерживает слезы. Дрожь в голосе выдает сильное волнение. Сейчас, я немножко шпакую. Да, не переживайте. Ну, мы вместе бежали оттуда, от этих обстрелов. Вот. Окна повыбивали там у нас. Прям во дворе бомба упала. А мы сидим на кровати вот так, а оно летит мимо. Я закрыла глаза, а он-то, говорит, видел, как все летело в голове, и грязь была все там. Хрипунковы спасаются в Ульяновске второй раз. Впервые они были вынуждены бежать в 2014-м после референдума о независимости республики. Тогда Хрипунковых встретила и приютила двоюродная сестра женщины Галина Александровна. В этом году, когда ситуация вновь обострилась, супруги уже знали, куда ехать и что их ждут. Сестричка говорит, пожалуйста, мы вас ждем, мы за вас переживаем. В домах, как я вышла, как глянула, везде стекла побит. Вот. Бьют беспощадно. Ну, и мы сюда приехали, встретили нас очень хорошо. Сейчас супруги потихоньку приходят в себя после жутких месяцев в рубежном. Живут у сестры Галины вместе с ее семьей. Сейчас в одной квартире проживают сразу восемь человек. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Сын сказал, что позвонили, сказали, что едут. Сын сказал, встретим. Все. Сказали, когда встречать. Поехали в Сыстры, встретили, привезли сюда. Ну и все. Стали устраивать, где положить. Помогает вынужденным переселенцам и органам региональной власти, за что пенсионеры очень благодарны. Мы приходим с паспортами. Показываем, что мы с Украиной. Вот. И они там, пожалуйста, продукты они сами выдают на ложах. А вещи, пожалуйста, выбирайте, какие хотите. Ну и в магазин один раз нас возили. Тоже вещи там нам дали. Денег ни копейки не взяли. Крыша над головой, тишина за окном и теплая кровать. То, чего так не хватало хрипунковым, но все это вряд ли сможет заменить родные стены. Супруги надеются и верят, что к зиме им все-таки удастся вернуться домой и поставить там новые окна. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улл Правда ТВ.